То, что происходит в Чечне, то, что происходило тогда, это не какое-то действие, не какого-то там, кучки садистов, не действие каких-то случайных людей. Это целенаправленная система, которая, на мой взгляд, спушена сверху для конкретного уничтожения народа. Это система, которая направлена на то, чтобы пропустить мужское население через вот эти страшные концлагеря и уничтожить большой процент из этих и остальных делать коллегами. Вот такой я вижу цель всего, что делает сегодня Россия. И, конечно же, где-то у них получается, и они полностью охватили бы народ, если бы не сопротивление, которое оказывает чеченская армия. И поэтому наша война сегодня, она не столько там, как хотят нас представить, не столько желаний нашего военного, там другой, третий, там религиозность, там. Эта война сопротивлена на выживание. И фактически вот сама эта война вся, это новый вид коронавирусной войны, когда хотят уничтожить население этой колонны. И здесь не надо все-таки путать ни с религиозной там, ни контртеррористической операции. Это все не имеет никакой базы, основы. И у нас нет базы для религиозного экстремизма. У нас фактически нет таких проявлений даже. Это все, что там происходит, уже это как бы какие-то веточки, то есть огромное дерево, а дерево это, значит, конечно, камня. Вот такая ситуация, и, конечно, мы не можем всегда воевать, и мы стараемся выйти из этой ситуации. С первого дня, я рассказывал, как мы заседали, я рассказывал, какие слова были президента. Он с первого дня предлагает российской стороне сесть за стол переговоров. И сегодня мы тоже предлагаем это. И вот в этих условиях, когда мы предлагаем, вот давайте переговорим, вот давайте решим вопросы за столом переговоров. И та сторона, которая не хочет это услышать, по-моему, выводы здесь однозначны. И всем должно быть понятно, кто террорист и кто жертва. И в этом направлении, вот с самого начала было предложение президента, обращение к Америке, обращение к мировому сообществу. Важно вмещаться в этот конфликт. Но в течение трех лет никто не вмешивается, даже не говорит о той ситуации, о геноциде чеченского народа. И тогда президентам было дано задание всем министерству иностранных дел разработать программу, где конкретно вот уже мир не мог бы отказаться от наших предложений. И показать, мы должны показать миру, что не мы террористы, что террористы никогда не предлагают себя в мировом сообществе. И мы действительно, министерство иностранного, и он разработал такие предложения, и президент поддержал эти предложения. И это, есть такая, по-моему, такая концепция об условной зависимости. Что из себя представляет это? На наш взгляд, это сегодня самый оптимальный вариант выхода из этой. Если учесть историческую ситуацию, и то, что вот эта война уже идет 400 лет, и то, что всегда нас, российская сторона, когда хотела что-то изменить, внутри Кремля какие-то политические интриги, когда начинают разыгрывать. Вот всегда осталась какая-то война чеченцам, и начиналась вот геноцид. Это происходило фактически, периодически. Если взять историю, вот она состоит из конкретных периодов геноцида в течение 400 лет. И очень много было в истории нашей, когда мы вели переговоры. У нас была государственность своя. И были очень много договоров, были очень много соглашений. Но это никогда не выполнялось с российской стороны. Она всегда их нарушала, когда в этом была для них выгода. И вот в данном случае, учитывая исторический опыт, учитывая международную ситуацию, мы предлагаем мировому сообществу во главе ООН и фактически семь стран мира вмещаться в эту ситуацию и стать третьей стороной.